меня кстати вот на это шоу пригласили чуть такое я без рофла говорю слыша чё за шоу вот это выбрать одного из 15 чат на вылет стоит съездить ребят кто хочет меня в этом шоу видеть или чё или шлак чуть такой вообще ну-ка чуть такой общий привет друзья меня зовут амир мне 15 лет я блогер у меня смотрят из того что возможно меня приятно слушать как я считаю и неприятная внешность были ли у тебя серьезные отношения или какие вообще серьезные отношения в 15 лет это очень сложная тема потому что большинство школьников 15 лет как бы не готовы к серьезным к серьезным отношениям я пока еще не определился возможно если господи ты иисусе в 15 лет господи ребята в 15 лет пожалуйста гуляйте играйте не суйте вы свой стручок куда ни попадя пожалуйста просто гуляйте кайфуйте я не знаю отдыхайте смотрите по мере возможности чтоб вы посмотрели всю жизнь но не надо но не дайте пожалуйста именно найти эту девушку но я свою стручок это очень сложно я как-то на девочек не особо обращаю внимание и гей твоих видео очень много слов про вечеринки алкоголь и даже про наркоту какие у тебя отношения с этим совсем с алкоголем сейчас негативные то есть я не пью вообще сейчас наркотики я понял какие девочки наркотики это не круто ребят это не круто если вы кроме как закинуться больше никак отдыхать не умеете это херня круче вы от этого не станете нет нет если вы как бы вы просто страны на все на это посмотрите ну типа серьезно господи не круто наркотики нет нет это не это не показатель крутизны показатель крутизны это вот с парашютом прыгнуть я не знаю на лесопеде уехать и из москвы я не знаю в новакуйбышинск но нет нет наркотики най най нет нет тебе нравится ну конечно если у нее будет большая грудь большая по потом встроенные ноги это естественно будет нравится мне она вдвойне больше девочки 15 лет я думаю у нее какие-то проблемы а какими качествами она должна обладать она должна быть верная хотя бы на 90 процентов честно у него просто продукт штук 25 но это потому что я из садика начал сразу встречаться со всеми там когда был маленький всегда когда я короче прикинь вчера короче и поехали бумерка короче купили да мы едем пристали шить со двора вот этот фарками лопатами тысячу лопу лоб на сегодня за новым поедем серьезно серьезно ты не верил нет не верил серьезно когда мне там была к эта девочка с которой я начинал дружить я сразу предлагал встречаться и как встречаются в детском садике больше проводят с друг другом времени и всем рассказывать о животных встречаемся когда ты просто дружь с девочкой у тебя нет такой прям близости то есть ты не можешь ее там в любой момент поцеловать там подарить ей цветы а когда ты с ней встречаешься ты можешь с ней там на не суйте свой язык и все детородные органы раньше времени пожалуйста никуда там остаться можно ее заставить там приготовить тебе еду прибраться потому что твоя девушка а что еще можно 15 лет по законам или по по жизни как я считаю можно все ну то есть вступать в полной связи тоже уже вполне почему нет потому что еще не вырос потому что штаб еще не вырос я у тебя вырос ну так относительно я надеюсь что это не конец я что-то думаю теперь идти на это шоу или нет как-то очень странно это выглядит один короче дяденька у другого мальчика спрашивает вырос у него или нет что-то я я конечно подпишусь на ребят лайк поставлю с колокольчиком ну чё-то нет это не конец это вода даже не переживай с друзьями я естественно разговариваю на такие темы на откровенные вообще на любые темы могу разговаривать то чем я занимался вчера вечером просто чем они занимались и мериться своими силами ну что-то вкладываешь это слово мериться своими силами у кого больше девчонки первую очередь чем тебя привлекают я думаю в первую очередь девушка должна быть красивая лицом у меня огромная просьба ко всей моей огромнейшей аудитории youtube а вот сейчас правда просьба пожалуйста в комментарии ребят напишите пожалуйста все кто и чем занимался в 15 лет разные возраст и у меня знаете как вот просьба допустим я в 15 лет занимался одним просто вот одним словом там я не знаю какие у вас были интересы просто одним словом там я не знаю фразой там играл в машинке не знаю ходили там в компьютерные клубы еще куда-то просто от одной фразы коротко и напишите в конце сколько вам сейчас лет там серёжа 43 года играл в машинке я я напишу сам чем я занимался в 15 лет прям в закрепе понимаете прям будет прям вот в закрепе будет прям написано чем я занимался и сколько мне лет потом идут ляшки кого-то сегодня собираешься найти я ожидаю увидеть каких-то таких знаешь обычных девочек найти красивых девочек которые именно мне нравятся то я думаю это не так легко сделать тем более чтобы все 15 были такие в чем смысл шоу у меня в чем смысл мать его шоу спокойно то есть приходит чувак выходит 15 девушек у них почему чат на выше золотомир я блогер на что вы готовы после первого свидания просто прогулка по кому-то красьте по нему отвечают что-то красивая крапиву и башенка серёжа 21 год джиза брата тему месту то есть это они ему как-то отвечают с мороженым потому что когда мальчик и девочка первого раз видится и идут в кино там аглаза удерживаясь когда ты идешь на прогулку в какой-то парк так как бы приходится общаться и узнавать друг друга возможно ручку будет пойти домой обняться на дальнейшее общение познакомиться с родителями фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу А хотите, вам скажу почему. И не надо сейчас оправдываться, что это не так. Потому что на первом свидании все, все, волей-неволей, господи, за всех не могу сказать, но 99,9% населения нашей прекрасной необъятной матушки этой земли, потаскушки, все хотят показаться крутыми. Понимаешь, они хотят показаться все, я не знаю, мега-классными. Что вообще вот прям нет никаких у вас, прям вот нет у вас никаких вот там комплексов. И вы все такие вот правильные. И вы вот прям вот не гуляете нигде. И вот прям вот, вот вы вот прям вот сам идеал. Вот, ну это так и есть. Пусть будет Евгения, Камила и Ая. Саньте, пожалуйста. Пока. А, типа, типа, они отвечают, да? И если что-то не так, то они это. Скип-видос, я сейчас скипну из чата, понял, нет? Домой. Ну, это как-то, ну, не понравились ответы, как-то не креативные. А, то есть, если ответы не понравились, что-то свидание. Что-то тут есть покрасивее. За сколько вы бы продали свою девственность? Можно будет потом обсудить, пока еще не выставлено. На бит, я не знаю. Ксюшенька отвечает, бесценно. Странный вопрос, не продается. Не за сколько, она бесценна. Ну, за сотку на сигареты. Ух. Детственность, ха-ха, не продается. Ее можно только заслужить. Серьезно, ну, в принципе, у меня тут телефон украли, так что 85 кесов. За сотку на сигареты. Точно остаешься? Ира, Дарья, вставайте. Простите. Пока. Если бы случилась такая ситуация, что мы с вами встречаемся, вы приходите ко мне домой и видите такую картину, что я занимаюсь сексом с мужиком. Ваша реакция. Дорогая, запятая, мы проебали это поколение. Я все сказал. Нет. Потому что у них есть член. У них нет груди. Слишком бурзальное лицо. Нужно более мягкое такое. Нормально, только если это не мой папа. Сняла бы на видео, наберет много просмотров и тебе хайп. Но можно было бы это на мой канал, если что залить. Это жестко присоединилось бы. А когда я спрашивала вопросы про целку, были совершенно другие ответы. Какие-то скромные такие. Будет неожиданно, пошучу. Если красиво, сделаю ему комплимент. Ну хотя бы сделаешь комплимент. Это не что-то один раз не можно. Я бы была. Я тебе дам, можно. Я тебе сейчас только пухни это слово. Я свернухи ушатаю. Удивляться 21 век. Правильно, мои подружки говорили. Удивляться 21 век. Ксюшенька, Маша пусть стоит еще. Спасибо. Это не за слово. Если бы вам нравился парень, который встречался с вашей лучшей подругой, на что вы готовы пойти ради того, чтобы отбить этого парня? Подруга не стенка, подвинется. На самом деле рофлю. Подождала бы, пока он ее бросит. У нас две девочки в классе. Одна девочка уродина. В общем, максимально уродина. Как раз таки про. Вторая девочка, она прям максимально безумно красивая. Это моя сестра. Наверное, на любителя. Девочки привыкли видеть мальчиков обычных. То есть, не длинными волосами, не скрашенными. Что-то у меня весь мир перевернулся, блядь, с ног на голову. Есть девочки, которым нравятся именно яркие мальчики. Не брутальные такие, более такие, женственные. Мне нельзя на эту передачу. Я чувствую, я там такого скажу, что меня точно больше никого не пригласят. Мой самый большой комплекс, я бы сказала, даже маленький комплекс. Ну, вот, маленький член. Яна, я бы рассказала подруге всю правду, но уводить бы не стала. Дружба важнее. Так если бы ты рассказала ей правду, то я думаю, там с дружбой были бы какие-то проблемы. Ну, у нас тоже не у... Вы меня извините, но... Я по-другому здесь, как бы, ну... Нет, 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 здесь другое подойдет, вот это. Вот это вот. Просто вот... Ну, я не знаю, что еще сказать. Ну, как бы... У всех есть грудь. Не в груди дело. Дело, ну, решает больше всех внешность. А потом уже идет фигура, там, какая вы внутри и так далее. Я не люблю бороться за парней. Мне нравится, когда за меня борются. Ну, да, правильно, в принципе. Если наша симпатия не взаимна, то я просто смирилась бы. А если бы она была взаимна? Напиши. У него отношения есть с твоей лучшей подругой. Вообще женской дружбы нет. Включил бы все свое обаяние, и ты был мой. Настя, пусть, путь будет. Одни альфа, чуть-чуть, просто. Мне интересно посмотреть, кто останется. Привет. Бля... Песню вспомнил. Леха подсказал из чата. Помните? Сейчас стихо. Не, бля, тихо. Спокойно, спокойно. Сейчас вот напою песенку одну хорошую, очень. Эдуард Суровый, ранее. Это у меня очень маленький член. Мне завидует только снегирь. Выйду я ногишом на балкон. Выходи, поболтаем, снегирь. Снегири, снегири, снегири. Это песня. Это птицы. Пока-пока. Кто из вас будет готов убираться, стирать, готовить у меня дома, если я сегодня уйду с кем-то отсюда? Вот такой вот слой мусора у нас по всей квартире. Ни разу еще не были полы. Грязные вещи. Еды нет совсем, поэтому нужно сходить в магазин. У нас есть подруга, мы ее называем Мопс. Она, в общем, убирается у нас дома по бартеру. Уборка? Мы так не договаривались. Ты же говорил про кино и гулянки. Что за дела? Про кино я, наоборот, говорил, что это плохо кино. Если сегодня, то нет. Да, и вообще бы не стало. Нет, это не про меня. У меня парни обычно убираются. Те, с которыми я тебе в постели... А, те с... Вот сейчас Полину запомните. Мне прям интересно на нее посмотреть. Кто ж там такая альфа-самка-то сидит? Вот прям вот у кого ж парни-то дома убираются? Вот прям вот тут хочется посмотреть. Ты меня в постели запалила. Я думал, те, с которыми я тебя просил. Вот прям вот Полина. Чисто уборщицу еще. Запомни, Полина готова готовить. Готовить и у меня. Смориться симпатичный. Поэтому ладно, согласна. Наира. Вот я же здесь Наира красивая. Странный вопрос. За деньги или как? Нет, я говорю тебе. Мы с тобой уйдем с этого шоу сегодня. Пойдем погуляем, да. Потом ты придешь, допустим, ко мне в гости. Вечером ты у меня уберешься. Это так романтично, это так мило. Готова убираться именно за то, что вот у нас любовь с тобой. Яна. Полина, запомните, Полина. Полина. Вот можно и посмотреть. У меня мужчины дома убираются. Мужики, запомните одну вещь. Господи, у меня сейчас жопа разорвется. Просто меня на ютубе сейчас забанят, что я скажу. Я серьезно говорю, сейчас Фемкин налетят, просто меня порвут просто на части. Я один, ребят, не удержу их всех. Запомните одну вещь. По статистике их больше, намного больше. А нас красивых. Не так много. А вообще красивых, ну таких, как в смысле я и ты. Их вообще единицы. Поэтому давайте мы просто как бы не будем лохматить бабушку и... Да, как бы, да? Ага. Мне тоже. Пока. Ну вообще, я не забываю вас. Пока. Спасибо. Пока. Если у меня в постели случится инфаркт, что вы будете делать со мной? Покажите вот на моей вот первой девушке. Ты первая, ты вторая, ты третья. Ну я же умру. Умирай. Крепить. Можно ее убрать уже, а то она разваливается. Они же ей не помогли никак. Вот ты. Пока. Интересно, куда она сейчас пошла? На что вы готовы ради того, чтобы я подарил вам iPhone XS Max? У блондинка останется. Бля, зашквар. Я тоже так считаю. Не знаю. Ну, бля, типа. Идея программы очень крутая. Реально очень крутая. Может быть, это выпуск такой. Надо посмотреть, будет еще ролики. Правда, серьезно. Идея прикольная. То есть, ну здесь, в принципе, можно сделать прикольно. Я не понял крутизны всего этого. Типа, за что вы продадите свою девственность? Что вы сделаете за iPhone XS Max? То есть, грубо говоря, за 100 тысяч рублей. Там и сколько он там сейчас стоит? 90. Макс. Так, я Яну выгнула. Написала, я тебя запомнила. Мои люди едут к тебе. Они едут не для уборки. Потом как-то стрёмно стало. Ну, прийти туда, где ты подаришь. Понятненько. Ну, ты на что готов? Откуда у тебя iPhone? Ну, он заработал с YouTube. С просмотров. Первую неделю, как я начал только хайпить, начали быть деньги прям так четко. Я знаю, что я уже могу даже переезжать и все такое. Я еще тогда живу с мамой. С мамой я телефоны очень редко покупала. Поэтому такой, зашел на вид такой, типа, куплю какой-нибудь телефон тут. Вижу iPhone 10, думаю, 40 тысяч рублей. Вообще не знал, сколько там стоит он в реальности и все такое. Прихожу, встречаюсь, не смотрю на телефон, просто даю 40 тысяч рублей и забираю телефон iPhone. Потом пришел домой, посмотрел, поиграл, все нормально. После чего выяснилось то, что этот iPhone был китайский. И мне пришлось взять еще денег за то время, что я заработал со своего бюджета и купить уже не 10 iPhone, а 8+. Нихуя не понял, но очень интересно. Хотя бы, чтобы одна была продажная, чтобы решить, кого выгнать. Вы умеете танцевать? Напишите. Когда пою, разве что. Наира написала, буду петь тебе, когда буду убираться. Да, Ша, по-моему, твой друг хочет тебя поцеловать. Да, Ша. Тихо. Стефан, ну иди сюда, иди. Даша Ше, сорян, брат, я уже бабушка для секса. Это я спросил, так в чатике кое-что. Нравишься твои видео, смотрю, Ля, ты классный. Так, встает Даша Ше. Я обещала пообщаться. Давай пять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, я как бы, я, я просто без комментариев, просто как бы. Кто понял, тот понял. Я просто без комментариев. Но крутые все, просто дальше некуда. Маша пишет. Наира, ну ты и про шмандовка не ожидал. Это кабин, да? Что это звук был? Ты едешь, эти. Холодец. Холодец. Хорошая шутеечка. Хорошая шутеечка, Владцы. А, ну а что дальше? Девочка красивая, очень такая симпатичная, но не моего, типа, не мой вкус, как минимум, потому что она намного выше, чем я. Ну, и в принципе, все. Спасибо, что по часу. Мне 15. Пока. Пока. Удачи тебе. Ты классный. Пока. То, что сначала я девушку сужу по внешности, потом знакомлюсь и узнаю, какой она человек. А тут совершенно вот другой распорядок. То есть ты сначала узнаешь ее душу, а потом уже внешность в мире девочки устроена так, что если хорошая внешность, то она тебе не нравится характером. А если девочка, ну, так скажем, некрасивая, то она очень добрая и именно очень приятна характером. Если бы они сидели без масок, а твой выбор по-другому бы был? Конечно. Да. Пока что я не встречу именно того человека, который мне подойдет, я не буду именно прям искать этого человека. Просто если жизнь ведет, если жизнь подарит мне этого человека, то я буду только рад. Ребята, сегодня у нас в гостях был Амир, ставьте лайки, пишите свои... Короче, типа, мой вердикт такой, я не знаю, может быть, я что-то не понимаю. Я знаю, кто такое мир, как бы знаю пацанчика, ну, красавчик, что-то мучить, что-то круть, наверное, я бы тоже 15 лет, то есть такой же херней страдал. Но просто, я хз, ну, есть же, ну, интересный реально вопрос, можно же позадавать? То есть можно как-то, ну, сделать что-то реально интересное, что-то реально крутое. Или... Я не знаю, можно было Панина, например, пригласить. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...